Ом Ти Ви Юэй про Головне. И все это без всякого стеснения демонстрируют по государственным каналам, даже не понимая, что они показывают и говорят. Сейчас в Дойче Велле показывают, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Харьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Только к ним мы будем гораздо жёстче. Мы просто всё снесём. Вы это понимаете, или вам необходимо в очередной раз, чтобы русский солдат пришёл на вашу землю, но в этот раз уже не ушёл? Ну ты дебил. Российской армии не хватает людей, нужна новая мобилизация. Одна из тем, к которой Зет-военкоры сейчас обращаются всё чаще. Это замечает Иван Филиппов, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Так, о катастрофической нехватке людей в российской армии пишет Зет-автор Максим Калашников. «Как же Верхам не хочется проводить мобилизацию, а желающих идти на контракт в России явно не хватает. Ну да, войну пытаются провозглашать новой отечественной, только войны вроде и нет. Есть непонятное СВО и скотско-циничное поведение части знати, типа Тимура Иванова», пишет Калашников. Он продолжает. «Сколько мы говорили о том, что победить в позиционке и кровавых лобовых штурмах Россия не может, что нет альтернативы подавлению тыла неприятеля с помощью дрона ракетно-авиационного наступления. Ну, моя совесть чиста. Вот и генерал Шаманов сравнил нашу армию с плохо снабжаемым партизанским отрядом, когда буквально все покупать надо за свой счет». Здесь Калашников отсылает к нас к недавнему выступлению Владимира Шаманова. Он депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ. Шаманов сказал следующее. «Прежде всего, надо сказать, что страна воюет. К сожалению, как вот разговаривая даже в обществе, не все это осознают. Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто никаким не подлежит оценкам. А вот эта другая армия, они разодеты, расшиты. И поэтому простому солдату, сверхсрочнику, контрактнику, не попасть в эти ателье, где они обшиваются. А так бы, когда одели бы, раздели бы вот их, тогда мы и посмотрели, в чем они ходят, когда они за свои деньги это все будут покупать, а не на деньги народа». Этим выступлением остались довольны Зет-военкоры. Правда, еще добавили от себя список проблем, которые Шаманов не озвучил. Так Зет-канал «Военный осведомитель» резюмирует. Вовремя, конечно, опомнились на третий-то год войны. Интересно только, кто во всем этом виноват. Иронично, что ответ на вопрос, кто виноват, знают абсолютно все. Люди, выступающие против войны, те, что выступают за. А в Кремле это понимают еще лучше. Но проблемы пушечного мяса, а, скажем, недавнее расследование медиазоны, в лишний раз подчеркивает, что именно так российское руководство воспринимает военных. Так вот, проблемы пушечного мяса находятся где-то внизу списка их приоритетов. Но вернемся к мобилизации. На днях эту тему комментировал Владимир Путин. У нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем. Потому что в прошлом году, мобилизация, которая у нас прошла, мы призвали 300 тысяч человек. Но в прошлом году, без всякой мобилизации, добровольно наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с вооруженными силами. Их было свыше 300 тысяч человек. Свыше 300 тысяч. Потрясающая, конечно, речь. Только я отмечу, что верить словам Владимира Путина занятие не только бессмысленное, но и вредное. Напомню, что перед первой мобилизацией Владимир Путин говорил то же самое. У нас есть добровольцы, зачем нам кого-то выдергивать на фронт? Чем это закончилось, мы помним. Так вот, отдельные Z-блогеры не оценили выступление товарища главнокомандующего. Скажем, вот что пишет Юнкер, чьи размышления активно поддержали другие Z-военкоры с помощью репоста. Подочеретина наступление увязла по одной причине. Развязывать успех некому, нет войск. Те, кто прорывали оборону, они же и закрепляются, они же и обеспечивают фланги. Для победы нужен разгром вооруженных сил противника. Такой разгром может произойти в результате прорыва тактической зоны обороны, охвата, а лучше окружения его группировок войск. Для этого необходимо решающее превосходство в силах и средствах. Мобилизации не хочет никто, но она неотвратима, если только мы хотим победить. Если не победим, Россия прекратит существование в нынешних территориально-политических и социальных формах. Если закрыть глаза на вечные пугалки про развал России, Юнкер справедливо подчеркивает важную вещь. У России серьезные потери и продвигаться неким. Сейчас оказаться на фронте, это с большой вероятностью умереть. Взгляните на эти кадры, снятые как раз под Ичеретино. Дорога усеяна Трупове. Я бы послал своего сына, и я туда пытался поехать сам. И никакой проблемы в этом не вижу. И своих детей я бы и в Сирию отправил. С стенокамерой? Нет, не без камеры, с автоматом. Я чем? Шесть месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За шесть месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии БС соприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу. Начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается, то, что вы получаете себе на телефон смс, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Телеграм, потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед. Цель нанести нашей стране поражение Байден не снимает. Мир по-американски – это слабая униженная Россия. Байден подчеркнул, что Запад не имеет морального права допустить поражение Украины, поскольку это, по его словам, будет означать угрозу для всех стран, граничащих с Россией и Беларусью. В Конгрессе США начали обсуждать снятие ограничений на применение баллистических ракет «Атакамс». Субтитры создавал DimaTorzok